Всем привет! С вами я, Элис, и перед тем, как мы начнем наш эксперимент, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новинки моего канала. Взглянув на мое лицо с самого моего первого видео на канале, вы можете заметить один факт о моем теле. Это мои брови. Многие мне пишут в комментарии что-то из разряда «Где мои брови?» и «Что-то в этом духе?». Но на самом деле у меня очень светлые волоски на бровях, из-за чего они очень уж незаметны. И я такая не одна. Есть и британская киноактриса Тильда Суинтон, у которой брови такие же светлые, прям как у меня. И ее брови не мешают ей стать популярной киноактрисой. Самое странное, что мне никогда не нравилось подкрашивать брови и ресницы. Но мне так нравилось и хорошо жилось на этом свете. И в последних видео я решила поэкспериментировать и посмотреть, а что же будет, если я и вправду подкрашу брови. И оказалось очень даже клево. А главное, от результата в первую же очередь я же была в восторге. Ну, как в восторге? Ну, брови, отлично, чего? И сегодня ко мне в руки попался вот такой вот тюбик с охной. Такая упаковка продается во всех известных магазинах в России. И она стоит около 35 рублей. Выбрала я цвет коричневый. И это крем-краска для бровей и ресниц на основе хны. Вообще, хну можно использовать как и при окрашивании волос на голове, так и красить брови и ресницы. И даже производить роспись тела, тем самым делая красивые татуировки. В общем, сегодня мы будем делать татуаж бровей и посмотрим, что же выйдет. Если честно, я делаю это в первый раз и мне довольно страшно. Ну, по крайней мере, так как я нахожусь сейчас на море, то в случае фигового результата краска сойдет уже в скором времени. Но я все-таки надеюсь на лучшее. И если вам кажется, что в этом нет ничего такого шокирующего, то я уверена, для подписчиков моих и тех, кто смотрит мой канал с самого начала, это вообще вау! Так как все привыкли видеть меня без бровей, а этот эксперимент будет таким вот сюрпризом. Да и как вы знаете, недавно на своем канале я запустила рубрику «100 грамм красоты», где мы рассматриваем с вами детальки у наших любимых куколок. И я считаю, что это видео будет очень даже символичным. Да и если вспомнить наших любимых Эверяшек или же Монстер Хай, то и бровям у них отводилось особое внимание. Поначалу они выпускались с градиентными бровями, то есть вот, например, коллекция Логосидей. А далее уже стали выпускаться с обычными бровями, например, серия «Трон Каминг» и один персонаж «Рейвен Квин». Порошок, продающийся под названием хна, имеет растительную природу и изготавливается из растения кустарника – жарких сухих стран. В сфере косметологии используется и иранская, и индийская хна. Причем индийская хна показывает более яркий результат при окрашивании. Что ж, начнем наше окрашивание. Вообще процедура сама по себе достаточно легкая. Надо нанести краску на чистые брови и ресницы. И через 20-25 минут смыть водой. Тоже красим брови. Кстати, как написано на упаковке, тюбика хватает на 8 раз. И если честно, как я не выдавливала и не старалась, он никак не заканчивается. Если же вы заехали за контур бровей, то потом можно это легко смыть и стереть ватным диском или палочкой. И прокрашиваем пробелы еще раз, чтобы на финале был хороший результат. Сейчас брови слегка кривоваты и даже заезжают за контур бровей. Но это совсем не беда, так как при смытии часть краски все равно сойдет. И останутся лишь прокрашенные волоски. Как я и говорила, не запрещено охрашивать хной и ресницы. Что ж, попробуем. Красим ресницы. Я наношу достаточно большой слой на ресницы, поскольку я не до конца уверена вообще, что будет какой-либо эффект от хны на ресницах. Ну а пока проходит 20-25 минут, можно поспать, посидеть вконтакте, в инстаграме, пофоткаться и еще что-нибудь сделать такого интересного. Ну вот и прошло около 20, даже может 25 минут, и я уже смыла этот весь татуаж, и вот что у меня получилось. В принципе, я довольна результатом, но я не узнаю себя вообще. Я привыкла видеть себя без бровей, и тут я с бровями, и это как-то странно, очень для меня странно. Если для вас тоже, то ставьте лайк под этим видео. Как мне кажется, немножко темноватые брови, но через день, через два они все смоются уже, и будут посветлее. Так что, если вы хотите следить за моими бровями, да и вообще за мной, то подписывайтесь на мой инстаграм, Белли Викс ТВ. Всех вас очень жду. Кстати, покрасились не только брови, но и ресницы, как и было запланировано. Может быть, это нести незаметно, но в реальности достаточно видно. И что самое хорошее, летом это очень удобно, не надо пользоваться тушью, которая потом будет стекать из-за жары. Ставьте лайк, если вам нравится мое новое преображение, скажем так. И, кстати, находясь тут во Франции, я купила вот такой вот набор, с помощью которого можно выправлять волосы, так как они у меня достаточно пушатся. Если вам понравится подобного рода видео о красоте, то в промежутках между обзорами я буду снимать такие бьюти лайфхаки. Так что ставьте лайк скорее и пишите в комментарии, если вам будет это интересно. В заключении могу сказать, что окрасить брови хной в домашних условиях может любая из нас, конечно же, с небольшим ограничением возраста. И для проверки аллергических реакций желательно сделать пробное окрашивание какой-то незначительной части тела. У данного способа био-татуажа имеется целый спектр преимуществ, главный из которых это простота исполнения, малые затраты на краску, а также получение довольно стойкого эстетического результата. И если проделать био-татуаж правильно, то мы получим довольно красивый и привлекательный цвет и вид бровей. Итак, ребята, еще раз всем привет. Сегодня уже третий день, как я с бровями хожу, и я наконец-то стала человеком. Да, я очень четко подметила. Что ж, хочу сказать, что такой яркий эффект бровей, он уже исчез на второй день, потому что я успела искупаться раз в четыре уже за все время. И понятное дело, мои брови уже достаточно выгорели из-за того, что я немножко загорала на солнце, да и вообще купалась и ходила на море. Но все равно я очень довольна результатом, потому что сейчас брови выглядят как натуральные и настоящие, и наконец-то они у меня не такие уж и светлые, а достаточно темные. Выглядит это реально очень клево. Вообще, по секрету вам скажу, я не любитель пользоваться косметикой. Я пользуюсь косметикой только в тех случаях, например, когда я иду на какое-то важное мероприятие, где мне надо сделать много фотографий, чтобы я выглядела на них не с прощавым лицом, чтобы выглядела как-то презентабельно. Да, и второй случай, видео, потому что я не хочу, чтобы мое лицо блестело в кадре, и я уверена, вам это тоже не понравится, поэтому мне приходится пользоваться пудрой. Если я иду куда-то в магазин или в школу, что-то в этом роде, то я не пользуюсь косметикой, да, это очень странно. К счастью, у меня тьфу-тьфу-тьфу, как бы не сглазить, у меня немного прыщей, и мне замазывать тоналкой только какие-то плохие участки, которые иногда появляются. Их, да, действительно стоит. А пользоваться каждый день косметикой, да, в таком достаточно маленьком возрасте, я считаю, не за чем. Хотя мои друзья пользуются косметикой, так, лет с 12. Смотрели мои влоги, которые выйдут в скором времени, и я расскажу про одну болезнь, скажем так, которая случилась со мной совсем недавно. Мне это далось достаточно тяжело, и все будет в отдельном видео. Смотрите в скором времени. Да, еще я забыла сказать, все, иду на пляж, и я восхищаюсь, да, можно так сказать, бровями своими, поскольку они у меня наконец-то появились, они у меня всегда были светлые, светлые, что их вообще не было видно. По-любому они выгоды, да, конечно. Скорее всего, я еще буду пользоваться достаточно долго этой хной, потому что мне лень подкрашивать текла брови, и не люблю я это делать. И еще у меня для вас есть особый бонус. Вот такие вот татуировки я купила, и, как вы можете заметить, я уже половиной так успела попользоваться. Это татуировки с животными, они черного цвета, и они достаточно клевые. Покупала я их в Греции. Что-то они стоили около 2 евро, это около 100 рублей. Также у меня есть вот такие вот татуировки на ногти, это Monster High. Ими я, честно, не пользовалась, это так. Мы с подругой открывали и ей делали. Покупала на Алиэкспрессе вот такие вот золотые татуировки. Они мне больше всего нравятся, поскольку они золотые, а самое интересное, они стоили 15 или 20 рублей. Ну а мне с вами пора закругляться, и до следующих видео. Be cool and crazy. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok